я приветствую на канале боди фильм моих подписчиков и новых зрителей сегодня я хочу поговорить о петличке микрофоне аудиотехника atr 3350 о чем я хочу вам рассказать достоинства этой петлички рассказаны уже много лет на просторах интернета и на ю тубе все ее очень хвалят за счет соотношения цена и качество это действительно так и есть за эти деньги великолепное качество петлички но я хочу показать и рассказать вам о том чем я столкнулся в процессе эксплуатации потому что когда ее покупал я посмотрел именно все эти обзоры вынимаем распаковываем посылка с почты радости полные штаны на самом деле толком никто ничего не говорил ну кто-то там сравнивал с различными микрофонами и рассказывал о том что действительно да качество звука достаточно достойное так она и есть я же сейчас поговорю о тех проблемах недостатках и о том чем я столкнулся в процессе эксплуатации с вот этим вот устройством что мне не нравится и что меня иногда очень сильно раздражало в этом устройстве посмотрим крупный план и мой голос за кадром будет комментировать все происходящее начнем с подготовки к работе когда у вас петличка вот таким вот образом упакована вам необходимо ее развернуть 6 метров кабеля и как бы вы красиво ее не упаковывали при подготовке к работе вы столкнетесь с определенными проблемами там запутается там запутается то есть в среднем для того чтобы петличку размотать включить подготовить посмотреть что нигде нет вот таких вот петель зацепа уходит от 3 до 4 минут меня это реально раздражает но за это мы платим длиной кабеля благодаря которой мы можем подключиться на достаточном расстоянии от камеры так подготовились к работе вопрос как теперь вот это все смотать после работы особенно если под ногами у вас песок земля когда вы работаете в студии или дома на один раз размотали проложили и вам не нужно сматывать петличку микрофон лежит в одном месте откуда вы пишетесь штекер лежит там где у вас обычно стоит камера ли в камеру уже сразу вставлено а вот смотать я это все собираю и начинаю сматывать сматывать нельзя пойдут кольца будет перекручиваться кабель я начинаю ее типа вот так вот складывать вот таким вот образом все равно все равно это сделать очень сложно на это уходит время хочется сложить так чтобы потом размотать без запутывания достаточно быстро но все равно этот процесс немножко что называется напрягает тоже на это уходит достаточное количество времени провод собирается в петли теперь важно положить блок питания чтобы он не без перегиба был тоже вот как то вот так вот закончить это все сматывание ну вот как то так если у кого то получится лучше снимите покажите я буду пользоваться вашим способом и по итогу это все или резинкой или другим любым приспособлением вот так вот его собрать и для транспортировки положить вот процесс сборки ну а процесс раскручивания я вам уже показывал смотрите на пару минут раньше идем дальше следующий момент блок питания который находится у нас вот здесь вот все смотрели обзоры батарейка к сожалению нету датчика или индикатора о разряде батареи поэтому остается только ориентироваться по уровню входного сигнала если то устройство которому вы подключаете петличку это показывает если нет то необходимо вынимать и тестером мерить напряжение на батарейке и всегда иметь с собой запас одну или две батареи если вы уезжаете на длительное время от цивилизации следующий момент это кнопка включения выключения с одной стороны очень хорошо батарейка экономится но с другой стороны чем вы столкнетесь когда подключается петличка к записывающему устройству записывающее устройство видит штекер и индицирует о том что подключен внешний микрофон вот эта кнопка она включает и питание и сам микрофон некоторые смотрели обзоры говорят это включение фантомного питания это включение всего если кнопка выключена отсюда сигнал никогда не пойдет и вы запорите себе запись еще один момент если вы забудете выключить эту кнопку то вы расплатитесь за это тем что через определенное время если вы много не будете снимать батареечка эта разрядится микрофон постоянно работающий и вам придется ее поменять выброшенная батарейка за этим нужно очень внимательно следить и в памяти себе понимать о том что есть включение и выключение еще момент который я к радости не столкнулся но с этим столкнулись другие люди которые в интернете об этом написали вот в этих вот местах вот здесь вот и вот здесь вот со временем обламывается кабель особенно при частой эксплуатации и петличку нужно выбросить она не ремонтируется идем дальше идем дальше с чем столкнулся я что мне не понравилось очень сильно ну первое поролоновая защита она же ветрозащита постоянно спадает в ближайшие пару дней я потерял ее потом я подмотал изолентой для того чтобы более плотная была посадка и все равно этот поролон постоянно слетает он постоянно под ногами я его постоянно ищу идеальный вариант конечно купить 20 таких поролоновых колпачков на алиэкспрессе за очень маленькие деньги и не обращать внимание на то что они теряются но такой недостаток есть с изолентой кстати работает немножко лучше следующий момент вот это вот крепежная клипса изначально она была вот такой вот и крепилась это все вот сюда вот вот так вот но она слетает потому что здесь конус вот его очень хорошо видно конус и клипса соскакивает и теряется я сразу потерял эту клипсу тоже через несколько дней вместе с поролоновой насадкой что сделал взял другую клипсу и привязал нитками к проводу и вот у меня получилась вот такая вот колхозная конструкция но надежная уже клипса никуда не девается она чуть-чуть скользит по кабелю и всегда можно нормально ее закрепить но я считаю что за те деньги которые стоят этот микрофон колхозить и нитками приматывать кабель к клипсе это ну тоже неправильно да ну тоже таких клипс можно купить тоже два десятка на том же алиэкспрессе и не заморачиваться с их потерями но даже дешевые китайские петлички делают здесь вот два бортика туда заходит клипс и она никуда не девается это то что касательно недостатков с которыми я столкнулся при работе с вот этой вот петличкой ну а в целом подытожил я очень доволен я доволен качеством звука который идет у меня дальше в мои видеоролики практически без обработки 6 метров кабеля не шумят за эти деньги прекрасное решение и так надеюсь что я рассказал и донес до вас все мои проблемы с которыми я столкнулся в процессе эксплуатации этого устройства поэтому для тех кто его будет себе выбирать посмотрев все обзоры на просторах интернета в том числе и мой вы сделаете для себя выводы ну а те кто уже купил эту петличку будут понимать с чем они могут столкнуться в дальнейшем в процессе эксплуатации спасибо за просмотр не забывайте ставить свои лайки за мой труд в процессе создания этого видео любые вопросы пожелания свое мнение по поводу эксплуатации петлички аудиотехника от r3350 пишите в комментариях я с интересом почитаю и отвечу вы смотрели канал body film с вами был андрей матусевич the hub апрель 2020 года а 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